Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Бритэдж. Это довольно-таки старая уже игра, ей два или один или полтора года. Короче, она давно вышла, а я её пропустил, потому что забил. Мне и разработчики писали на почту, говорят, Жилёк, поиграй в нашу игру. И люди, вы, вы же люди, да, вы писали, предлагали мне в комментариях, поиграй, поиграй, поиграй. И я подумал, что почему бы сегодня и не попробовать. Там же вроде как забавно даже всё. Вот этим чуваком мы будем с вами играть и будем выживать в диком космосе. Стандартный, самый лучший режим игры всего в меру. Надо подумать. Давайте начнём с всего в меру, да, самый такой стандартный режим. Red Ruin Softworks представляет. Походу это русские ребята, если вот я не ошибаюсь. Опа. Модные титры в начале игры. Почему я иду так странно, как будто бы от создателей Матрицы? Чё-то не слышно никаких вестей. А-а-а, они шутки шутят здесь. 20 винограды есть у других игр. Понятно. Самая ирония. Поиски этого шрифта заняли половину времени разработки. Режиссёр здесь вообще не нужен. А-а-а, это космическая мафия. Команда Red Ruin Software выступает категорически против курения, вызывающего громкие заголовки в газетах и другие заболевания. В связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную секрету в кличный робот на что-нибудь более полезное. Ради угара давайте просто посмотрим, ну что. Да, морковку. Ой, какая польза. Кстати говоря, если вы не знали. А вот и снова ты. Ты успеешь подумать, как нужно себя вести на допрос? Напомни ему R2-D3. Ау. Морковку надо есть чем-то. Со сметанкой, например. Иначе она плохо усваивается. С самого начала. И не пытаться лгать. Подтверждать. Подтверждать. Мразь. У него не встроенный дворник. А это у меня. Это я его протер. Было бы смешно, если бы у него был. Ты рассказать, что летит похороны на влайнер. Взорвать радикалы зеленой вселенной. Подтверждать. Мне нравится уже эта игра. Она интересная. Мне даже самому шутить не придется. Ты рассказать все с начала или насилие. Ты рассказать, что летит похороны на влайнер. Взорвать радикалы зеленой вселенной. Подтверждать. А, то есть мне обязательно надо это сделать. Хочу, давайте в последний раз плюнем так. Ну, для приличия. Че-то мне напоминает это протокол игру. Помните, да, как вы играли? Ты рассказать все с начала или насилие. Ты рассказать, что летит похороны на влайнер. Оценители БДСа. Взорвать радикалы зеленой вселенной. Подтверждать. Окей, нет, я не из этого клуба. Короче, я рассказываю историю космической мафии. Где там задворка вселенной? 2073 год. Каких задворка вселенной? Мы не улетим так далеко. Не улетим. Короче, это будет сабнатика в космосе. Только смешная. Окей. Зачем нам смотреть на эту фотографию, если мы можем смотреть просто на труп, да? Итак, зеленая вселенная. Конечно, все читают газеты бумажные в 1973 году. Брокколи атакуют. Ты брокколи атаковали? О, нет. Просто расхреначило гроб там и корабль наш. Глава первая. Затерянные в космосе. Короче, это как survival будет, да? То есть тут надо будет прям выживать, добывать ресурсы, насколько я понимаю. Но в то же время здесь будет... Ау! Не могла быть логотип. Не могла смотреть на челнок из космос. Рассказывать правда. Подтверждать. 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 Все. Хорошо. Было так. Бодыж! Курица! Ааа! И удары по голове. Вот все, что было. А причем здесь вот эта девушка? Мне интересно. Она сидит на гробе, кстати говоря. В игре есть автоматические сохранения. Срабатывающие при вашем возвращении на челнок. Поэтому не возвращайтесь туда мертвым. Хорошо. Это как прикол, когда в Half-Life играешь, и ты случайно нажал кнопку сохранения быстрого, когда ты падаешь в пропасть. И оно так... Постоянно. Да, лучше вместо жвачки прилепить курицу. В мире космических похорон функционирующий в вашем драунном Скоттандре. Прежде чем мы начнем дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы все еще способны читать. А, читаю. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брайзер гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть утечку какого-то газа и выжить. Короче, в похоронных компаниях допустимо только смерть людей. Не допускается гибель сотрудников. А, у нас же 0 гравитация, 0. У нас играет советская музыка здесь. А это заткнуть. Ну чем? Курица, конечно. О, нет. Нет. Все, все хорошо. Ну теперь мне нужно заткнуть курицу. Что же делать? Требуется секатор. Нет, секатором ничего нету. Я думал, я сейчас курицу затклю жвачкой. Ладно. Нет! Стой. Где мы? Где? Вот правая кнопка. Все. Ну почему жвачка не надувается? Это странно. О, боже мой. Ешь, пей. Будьте осторожны. В таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Смотрите, человек. Питательный набор. Я думаю, этому чуваку он уже не нужен. Мы можем его захватить. Это мой новый друг теперь. Погодите, что происходит? Ой, я задыхаюсь. Скорее обратно. Надо вернуться живым. Это точно как савнатика. Нам придется думать о воздухе. Посмотрите, открыто. И гравитация стала работать. У нас есть прекрасные календари с девушками. То, что нужно. Чтобы скоротать время, мы даже можем скафандр свой положить. Убрать. Поставить скафандр. Однако, я все еще в скафандре. Я что, скафандр на скафандр одел? Комбайны. Мы здесь можем разные крафтить. Если объединить скафандр и девушка, у нас получится девушка. Здрасте. А, это просто радио. Окей. Здесь мы можем просматривать какие-то кассеты. Которых у нас сейчас пока нету. А это у нас что? Спирит. Смотри, морковка. Точнее, не морковка. Вы понимаете, да? Это совсем не морковка. А это кассета. Гид по выживанию. Давайте попробуем послушать гид. Друзья, на минутку отвлечемся от видео, потому что настало время рубрики «Поддержим Олова», где мы оказываем бесплатную информационную поддержку предпринимателям России в период кризиса. Первый в нашем списке юрист Алекс Холланд. Занимается юриспруденцией с 2014 года и работает в основном с физическими лицами, но бывает и с юридическими. Предпочитает брать юридические кейсы целиком, чтобы вести своих клиентов от начала и до конца, тем самым добиваясь положительного результата. Считает, что единственный способ изменить ситуацию в нашей стране – это пытаться в полной мере исполнять закон. Далее у нас идет студия дизайна «ЛениКей Студио». Занимается разработкой внутренней и внешней документации, рекламных и промо-материалов, мошен-графика и пост-продакшн для продвижения на любых рекламных площадках. Помогут с разработкой логотипа и корпоративного стиля, а также UI UX и веб-дизайн. И завершает наш сегодняшний список комикс-кофе. Это была тематическая кофейня в городе Тюмень, где вы могли попить кофе и купить комикс, но, к сожалению, они закрылись из-за кризиса и были вынуждены просто перейти в онлайн, сконцентрировавшись только на продаже комиксов и манги. У них вы найдете большую коллекцию различных комиксов, манги, фигурок, сувениров и многое другое. А то, что не сможете найти, они привезут специально для вас под заказ. Друзья, на этом все. Если вам что-то приглянулось, то ссылки на ребят будут в описании, переходите, ознакомьтесь. Также, если у вас есть свой бизнес или у ваших знакомых, и вы нуждаетесь в нашей информационной поддержке, то заходите также по ссылке в описании на наш сайт, заполняйте форуму, и мы расскажем о вас в следующих видео. Ну а теперь переходим к видосу. Что ты нам скажешь? Отлить или не отлить? Космос опасен и непредсказуем, как и ваш мочевой пузырь. Что это? В космосе вы можете остаться без ценнейшего оборудования в самый непокладающий момент. Хорошо. Действие вот это неверно. Попытайтесь удерживать все в себе. Бездумная трата ресурсов может привести к... Я не успеваю читать. Действие неверное. Окей. Изучите окружение в поисках помощи или аналога вашего ценнейшего оборудования. Мы можем сделать... Другое оборудование, если мы вдруг его испортим. Ага. Надо искать другие туалеты. Нет, не надо искать. Собирайте любые цены и предметы в космосе. Но будьте предельно осторожны. Вот какие-то не напарываются на оголенные провода. Это понятно. Этот чувак совсем этого не понял. Поэтому он сдох. Ну вот курицу можно, да? Курица изолирует провода. При должном везении и смекалке вы сможете починить. Я не буду досматривать. Лето 2008. Не забыть покормить курицу. Опа. Это важно. 2, 4, 3, 1, 3, 8. Эйко. Дед. Дом. Интерфон сломан. Нам нужно его починить. Я не могу. Выключите музыку. Почему музыка продолжает? Как выключить? Все. О, боже мой. Милаха и дедушка. Это кто? Наш отец? Курица передавалась в семье из поколения в поколение. Курица пережила поколение в семье? Да ладно. Но больше деда. По-моему, она не любила даже червей. Дед же всегда отвечал взаимностью. Это кто? Мужик 2030. Вот всегда я был красавчиком. Борода, правда, не очень густая была в детстве. Но годам к трем все наладилось. Я не заметил этот ужасный фотошоп. Кот Гарри. Мой первый и последний домашний питомец. Гордый был котище. Хороший. Даже курица его уважала, наверное. По крайней мере, доставалась от нее чаще мне. Окей. Это что такое? Щупалка-чесалка. Любимая дедовская чесалка с функцией. У нее была функция. Хватанец за соски. Крайне популярна среди космонавтов. Вот чем они занимаются на космической станции. Окей, давайте попробуем экипировать ее. Ах. Ах. Хорошо. Хорошо. А это что? Мы можем все убрать. Спирт хорошо горит, убивает микробов, согревает организм. И согревает микробов, убивает организм. Точно не помню. Окей. Морковка. Весь в льнях, но все еще аппетитная крыза. Мы можем его, кстати, съесть. Да? Да, я его делал. Он исчез. Он исчез, блин. Хорошая морковка. Вкусная, полезная, почти мытая. Вот так видит мир снеговик. Дрель. Мы можем замутить с вами дрель. Давайте посмотрим, что для нее нужно. Очищенный металл, батарейка, утолщенная изолента. Окей, давайте все это собирать, искать. Это я и мой дед. Хорошая фотография за два года до смерти деда. Этот пиджак его пережил. Да и меня, похоже, переживет. Все альбомы дома забиты курицей. Портрет на темном фоне, портрет на светлом. Общий план в дождь, героическое сидение на стуле. Теперь эта семейная реликвия досталась мне. И даже сбагрить некому. Окей, тут все будет завязано на курице. Не стоило пускать мыльные пузыри в морду этой бессмертной пернатой. Почему она бессмертная, кстати говоря? Космическая О. 2012. Фотография с росписями лучших друзей деда, оставшихся со времен, когда они всей шальной компании устроили, как они и называли. Космическую одиссею, лившуюся почти год и занес шуик. Черные списки большинства баров на обитаемых планетах. Крутые были мужики. Никого уж не осталось. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении баков. Окей, хорошо. Я пока не могу им пользоваться, в общем. Вам нужен сканер, чтобы сканировать. У меня нет сканера. Еще у нас рисунки. Это мой дедушка. Это кто? Это морковка. Это дом. Подушка. Ткань. Я хотел что-то взять утолщенную изоленту. Кстати говоря, это то, что нам нужно. Осталось только металл очищенный. Давайте попробуем еще раз съесть. Так. Установить. Как же кушать? Я не понимаю. Где кухня? Может быть, микроволновки как-то надо... Нет, нельзя приготовить. И эта дверь тоже не открывается. Ладно, со временем мы построим больше модулей. Пора в открытый космос, друзья. У-у-у-у-у. Нулевая гравитация. Что это? Кружка. Да, буду. Прикольно. Я не успел прочитать описание. Как здесь сложно ориентироваться. Где вверх, где низ? Где я? Где вы? Где тут дохлый мужик? Куда он делся? Кислород не вечен. Блин, нужен лом. Наверняка он где-то здесь. Я просто его не нашел. Давай-ка, комбайн. Ну-ка, расскажи мне, как делать лом? Снаряжение, инструменты... Щуп. Модификация чесалки. Отлично подойдет для вытаскивания примеров из узких отверстий. Погоди, давайте сделаем щуп. Батарейка, очищенный металл. У нас всего этого нет. Пиво, чувак. Это как раз таки по мне. Изучить физику. Изучено. Пиво, куро, рык. Нормально. Окей, это дед. Зачем мне набивать свой инвентарь этим барахлом? Я не понимаю. Зато все-все-все-все-все-все-все-все. Все надо сложить. Оставить только морковку одну, наверное, на данный момент нам хватит. Ткань, ткань. Лед. Окей, положим. Пивас. А, нет. Зару возьмем с собой. Питательный набор. Хорошо. Палка-чесалка. Резину оставим. Вот. Получается, нам надо где-то искать лом в открытом космосе. Сканируем на наличие лома. Лед. Ай, блин. Как сложно целиться на предметы, а? Это залежь льда. Здесь хладоген у нас. Нам срочно нужно вернуться. Блин, очень мало времени надается на прогулку. А что это вот это? 15 метров. Ну-ка, быстро. Кажется, что-то полезное, да? Потрясающие инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которая зашифрована в памяти штурвала, если он еще цел. В общем, мы сделали что-то плохо. Вон там еще один появился значок, но мы сначала должны глотнуть немножко воздуха. А, а? Блин. За... Почему? Что-то у меня проблемы с навигацией. Я не привык тусить в космосе. Вот оно. Похоже на штурвал. Нужно попробовать... Отличные новости. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около пяти лет. Ох, хорошо. Пять лет это... Меня это устраивает. У меня будет время подумать о себе, о своей жизни. Кислород не вечен. Было бы страшно, если бы кислород еще на станции заканчивался постепенно. На комбайн. Вот, смотрите. Металл, две штуки и проволока. Металл. Ура. Ой, я его выкинул. Сорен, сорен, сорен. Надо еще металла. Металл прямо по курсу. И тут еще два шарика металла. Получается, когда мы сможем разбивать вот эти вот шары, у нас получится очень много металла. Вот туда можно доплыть? Долететь. Я, словно, все еще в сабнатику играю. Окей, осталось проволоку найти. А, может быть, ее как-то можно сделать из чего-то? Объекты, ресурсы. Очищенный металл делается из четырех металлов. Проволоку здесь нельзя сделать. Опа, радио. Ну-ка разбить нельзя. 20 секунд. Я должен успеть подобрать. Раз. Два. И вернуться. А еще один вот, вот маленький такой. А пойди ко мне. Ладно, давайте порыскаем вот здесь, где наш друг. Вот он, кстати, летает. А там еще один есть. У них тут целая тусня. Ладно, забираем, забираем. Давайте возьмем его с собой. Заходи. Где он? Есть. Мы можем его затащить. Все. Приляг. Тут немного матрас потек. Поверь, это я здесь ни при чем. Женек, иди ко мне. Ты не хочешь со мной разделить этот прекрасный матрас? Тут полно места. Приляг ко мне. Нет. Нет, спасибо. Я не хочу. Погоди, погоди. Я сейчас прилягу. Вот так, вот так, вот так. Никто не устоит. Вот. Вот так. Что ты теперь скажешь? Я, я пас. О, это что такое я взял? Проволоку. Наконец-то. Конечно. Мы должны нейтрализовывать оголенные провода и добывать таким образом проволоку. Так. Ну-ка, пошли со мной. О, как неожиданно. Я куда-то лечу. Что происходит? Это я тебя к себе домой тащу. Заходи. А это кто там у тебя лежит? Я думал, мы будем с тобой вдвоем. Но я не против компании. Опа. Да здесь, кажется, есть место. Ну-ка, я прилягу. Сейчас, погоди. Удобно, удобно. Как-нибудь вот так. Там так холодно в космосе. Я прижмусь к тебе, чтобы согреться. Я, я, я не против. Я и сам подберз. Ой, ну что ты на меня смотришь? Я на тебя не смотрю. Я видел этот взгляд. Ты тоже хочешь к нам на борт. Пошли. Окей. Давай, забирайся. Забирайся. А то ты уже здесь. Как ты залез раньше меня? О боже мой, гравитация. Она прям жмет мое тело. Я не могу. Я буду ползти. Я думал, что я рожден летать. Но на самом деле, я гад ползучий. Гад ползучий. Не достоин. Я не достоин быть здесь. Окей, ладно, иди к ребятам. Завались. Отдохни. Нет. Я ничтожество. Ничтожество, которому место только под столом. Ребят, вот тут чел стесняется. Может быть, это, вы как-то ободрите его. Скажите, что он нормальный, что он клевый. Да, я думаю, что чем больше, тем лучше. Нет, 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 нет. Все. Места больше нету. Тут строго на двоих. Ну, или если ты же захочешь присоединиться, то присоединяйся. А он пусть лежит там, где он захочет. Они правы. Вы правы, ребята. Я не заслуживаю здесь находиться. Я пошел. Все, я не буду больше мазурить вам глаза. Короче, я набрал каких-то придурков себе в дом. Неуверенный, слишком уверенный и веселый. Чересчур веселый. Пожалуй, теперь я буду гораздо реже находиться на борту и больше времени проводить в открытом космосе. Слушайте, давайте-ка попробуем уже что-нибудь скрафтить. Впервые. Криптографическая станция готова к крафту. Мы ее крафтим. Давай. Теперь мы ее должны привязать на рекслоту, да? Окей. Далее. Я бы хотел сделать очищенный металл. Чтобы сделать щуп, нам нужна батарейка и алюминий еще. Вот где это искать? А я не понимать. Прежде чем хавать питательную жижу, мы должны сделать из нее хавчик. И нам даже лед для этого нужен. Я думаю, пора, в принципе, есть. Бутылка воды. Ну-ка. И вот это. 1, 2. Ну-ка, дай попробую. Ням-ням-ням. Это работает? Сломан. Почему? Давайте применим эту штуку. Вот. Если вы не уверены, что это именно то, что было изображено на схеме, попробуйте принастроить этим приемник. Если вы не уверены, то при поражении током скафандр автоматически снимет мерки вашего тела для заказа гроба в нашей компании. Спасибо, что вы выбрали Всемирное похоронное агентство. Кстати, что это за штука у меня в руке появилась? Это... Это что? Отлаживаем, да. Работаем. Окей, давайте вызываем помощь. Внимание выживших. С ближайшей точки эвакуации за вами выслан спасательный щелнок надежды. Время прибытия спасателей превышает расчетное время вашей жизни на 4369 лет. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию, но с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиком. Хорошо. Ждюк, позволь спросить. Это что, фикус? Нет, это лопух. Хорошо, я надеялся, что ты это скажешь, потому что мне очень, очень срочно нужно воспользоваться. Только не говори, что ты хочешь. Да, 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 мои жизненные системы, они дуждаются в... Сейчас, погоди, лопухом как раз-таки самое-самое то. О, господи, надо отвернуться. Да, я бы хотел немножко приватности. Все, не смотрю, не смотрю. Но на что я смотрю, это на вот эту аватарку. Детка, что? Что ты за движение делаешь? Ждюк, нам нужно с ней познакомиться срочно. Найди ее координаты. Должен сказать, и я был взбудоражен тем, что ее увидел. И как только я закончу, я помогу вам с отладкой GPS-кординат этой особой. Ребят, вот сразу говорю, меня не зовите, пожалуйста, с собой, она наверняка меня отошьет. Никто тебя и не звал. Да, с таким настроем ты нам точно там не нужен, поэтому останься там, где сидел. Да, ну я вот просто к тому, что если вдруг меня хотели позвать с собой, то лучше не стоять, я все испорчу. Паша мой, да уже свали под стол. Вот именно, ты выглянул, когда я занят, между прочим, у меня тут приватные дела. Приватные дела у него, понимаешь? Конечно, я там все, я под столом. Детка пишет, я видеть на радаре опасное место, там много живительный кислород, ты туда не летать. Но ты должен выбрать того, кто пойдет с тобой. Меня, меня выбери. Так, я могу только одного выбрать, у меня почему-то только одна рука может хватать. Меня, меня выбери. Поскольку я только что сбросил лишний вес, я буду гораздо удобнее для вас. Вы не сможете мне отказать, потому что в космосе только сексуальность спасает ситуацию. Хороший аргумент. Но, блин. А ты пока иди к кинцо смотри. Да, давай, хорошо, кино, я люблю кино. Включай. Вот, смотри. А это мой любимый фильм, я с детства его смотрел. Видимо, не особо внимательно, раз ты сдох. Что, я дохлый? Я пошутил, я пошутил. Ладно, идем. Идем со мной, чувак. Женек, меня не зови, я точно все испорчу. Господи, да никто тебя и не зовет, все. Пойдем, Евгений. Как хорошо снова полетать. Мы вышли на свежий воздух. Есть такая приятная солнечная погода. Я не сумею назвать мои координаты, но тут рядом обломки, слева тоже обломки. Ты должна помогать, умоляю, скорее летать за мной в радиации. Мы должны помогать, слышишь? Мы должны помогать обязательно. Я полностью согласен. Хорошо, куча обломков. В какую сторону? Тут повсюду куча обломков. О, аккуратней. Я чуть не упал. В смысле, чуть не упал? Ты в космосе, ты не можешь упасть. Ошибаетесь. В космосе очень легко упасть. Можно упасть морально. И можно упасть в моих глазах, если будете продолжать сомневаться во всем. Я ненавижу неуверенных людей в себе. Они очень несексуальны. Кстати, Евгений, я, пока мы здесь одни, хотел сказать, что... Что такое? Дело в том, что на нашем корабле есть кое-кто, кто не тот, за кого себя выдает. В смысле? Думаете, эта авария произошла просто так? Вот именно. О, я разделяю ваш ох. Помните, вы можете доверять только мне, а я только вам. Мы вместе докопаемся до истины и выживем. Окей, друзья, на этом мы с вами закончим играть в Бритвич. Если вам понравилось, то почему бы вам не поставить лайк? И если вы хотите увидеть больше, то почему бы вам об этом не написать? И еще раз лайк не поставить. Два раза лайк и что-нибудь написать. Мол, давай еще гоу Бритвич. Будем играть вместе. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу, в ВК, во все мои соцсети. Они будут все в описании под видео. С вами был Юджин. Люблю вас всех. И всем пять!